Кока является самой незаслуженно оболганной сельхозкультурой планеты. Я знаю, что даже один единственный везенный в страну лист этого кустарника может быть поводом к уголовному преследованию в России и Беларуси. Как там на Украине и Казахстане, бог весть, однако подозреваю то же самое. Потому во избежание. Все дальнейшее не пропаганда, а разъяснение. Не извольте гневаться, люди в фуражках. Я только робко указываю на резоны, которые постулирует президент Боливии Эво Моралес. Добрый союзник наших постсоветских родин. Моралес, прежде чем стать отцом отечества, много лет был кокаером, то есть крестьянил, выращивая коку. Скажем, в Боливии, подобных ему, сотни тысяч. В этой стране, кстати говоря, выращивание коки легализовано полностью. Вот это вот симпатичное, безобидное на вид растение с красными ягодками является знаменитой кокой. Его пытаются искоренить, истребить, уничтожить все правительства планеты, за исключением разве что боливийского. Официальный Ла Пас своим критикам заявляет, что психоделики, всякие психоактивные вещества могут производиться посредством простых химических реакций. Так что, по этому поводу химию прикажете запретить? В Перу легализовано де-факто, но не де-юре. А в Колумбии растить запрещено категорически. При этом, по объемам производимого кокаина, как раз Колумбия впереди, нерешительное Перу посередке, а безбашенная Боливия откочевала на третье место. Выходит, количество коки с количеством кокаина связано не так уж и непосредственно. Ну это ладно. В Колумбии, я положим, не бывал, а в Перу и Боливии листики коки сервируют в общепите на каждый стол. Я, правда, не очень понял, зачем. Они помогают, когда нет еды, притупляют голод. Но к чему они, когда ешь, не знают. Возникает вопрос, что это за жутко опасное растение такое, которое жуют все, но делают это, крестясь и с ритуальными проклятиями. Одним из первых указов, который сдал новый избранный президент Эва Моралес, был указ о легализации выращивания и торговли листьями коки. Пожалуй, этот указ и испортил его взаимоотношения с лидерами стран Первого мира. Дело в том, что у коки очень дурная репутация. Хотя здесь, в Боливии, к примеру, ее используют исключительно как природный тоник. Сразу после появления этого указа президентского, практически во всех городах возникли гигантские рынки, на которых оптом в розницу торгуют листьями коки. Вот этот вот, например, один из самых больших в стране. Сюда корреспонденты больших СМИ приезжают, чтобы снять рассказ о торжестве порока и попустительстве властей. Когда мою камеру заметили, чуть не побили. Покупатели слишком часто встречали себя на CNN и Fox News в массовке, олицетворяющей ужасы наркоторговли. В общем, чуть отбился. Сойно периодиста гринго. Не гринго я. Ну, за мои прежние предрассудки, кока меня потом все-таки наказала. Я купил на рынке пакетик листьев, чтобы завязать беседу с продавцом, а в гостинице небрежно бросил это добро в угол на чемодан. Запах у коки сильный, неотвязный, характерный. В общем, что со мной делали таможенники, когда я улетал из Ла-Паса, мне не позволяют рассказать приличия. Нет таких закоулков чемодана и организмов, в которых я смог бы провести контрабанду незамеченной. Короче, с наркотрафиком в Боливии борются грубо, зримо, не смущаясь членовредительства. Ну, а про коку я еще расскажу в другой раз.